книга открытым оком том 21 тема царство небесное рай вопрос 3437 церковной газете читала трудах архангела гавриила и других небесных сил чем они занимаются где про это можно подробнее прочитать и насколько верно описано это отвечает игнар тихонич лапкин сами посудите вот газета лампада номер 34 за апрель 2007 года страница 3 город новоалтайск улица октябрьская 517 телефон 2 2268 цитата из газеты на иконах архангел гавриил изображается с райской ветвью принесенной им деве марии или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке архангел гавриил вдохновил моисея при написании книги бытия является праведной они с вестью о рождении от нее девы марии неотступно пребывал с богородицей во время ее земной жизни явился святому иосифу обручнику в гефсиманском саду где иисус христос молился являлся и укреплял его предстраданиями жены мироносицы первыми услышали радостную весть о воскресении христовом также от архангела гавриила конец цитаты кавычки закрываются про изображение умолчим потому что фантазиям художников нет предела изобразив ангела еще и напишут что изображен в натуральную величину фонарь ветку да не иначе как именно райскую в руку вложить это же все можно сделать только с глубокого похмелья что так свойственно русским изографом про гавриила в библии указано только в четырех стихах книга пророка даниила 8 глава 16 стихи 9 21 даниилу пророку в захарии лука 1 19 ангел сказал ему в ответ я гавриил предстоящий пред богом и послан говорить с тобою и благовести тебе сии 9 марии лука 126 6 же месяц послан был ангел гавриил от бога в город галилейский называемый назарет более ни единой строчки в библии нет оговорили и притом он нигде не назван не назван архангелом конечно из нас наши басни уже не вытряхнуть мы же в православии не от бога из слова божия учимся а от в кавычках святых выдумщиков стилизаторов и житописателей описывающих жизнь не только святых от которых и следа записи нигде нет от их современников но и жизни обязанности небесных сил как бы выписки из трудовой книжки ангела архангела известно только два во всей библии 3 книга ездры 4 глава 36 стих на это отвечал мне и еремеил архангел когда исполнится число семян у вас ибо всевышний на весах взвесил вексий послание иуды 19 михаил архангел когда говорил с дьяволом споря моисеевом теле не смел произнести укоризненного суда но сказал да запретит тебе господь и один раз неизвестно о каком архангеле сказано 1 фессалоникий сам 4 16 потому что сам господь при возвещении при гласе архангела и трубе божией сойдет с и мертвые во христе воскреснут прежде все остальное что архангел гавриил они является жаж все остальное что архангел гавриил они являлся что с дивом марии был 15 лет неотлучно что моисея якобы помогал при написании бытия был у осифа обручника и в гефсиманском саду все сие ни на чем не обоснованно и в то верить может только не знающие писания тупо и упортно и уперто слепотствующий в кавычках православный подобных сочинителей хватало и в первом веке о них апостол павел слышал и одним стихом снес всем им лживые головы послание колосянам 218 никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудре и служением ангелов вторгаясь в то чего не видел безрассудно надмеваясь плотским своим умом под пресс этого стиха попадают и небесная иерархия дионисия ариапогита и более позднейшие в кавычках откровения и видения архи суи мудрствующих слово епископ вводит в писание апостол павел и всего лишь четыре раза послание к филиппийцам 11 в первом послании тимофею 312 и послание к титул 17 архиепископ такого звания нет в библии но как рвутся епископы к этой приставке архи чтобы крестик на клобук отобразить если вы этим ответом не удовлетворились то больше вам ни один человек на земном шаре не выставит позвоните в лампада и узнайте про источники откуда они взяли все написано и дают свердым утверждение в ответ будут только мычание и тыканье в пустоту мимо библии апостолы же скажут деяния 1524 мы услышали что некоторые видевшие от нас смутили вас своими речами и поколебали души говоря чего не видишь а вышедшая ага благодарю деяния 1524 мы услышали что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души говоря чего мы им не поручали неправда ложь всегда была в почете не только у церковных попрошаек она прописана и у попов с ночевкой и папы с патриархом будут шамкать а лжец как ведает как ведаем сроднилась с супостатом сумевшего треть ангелов склонить с клеветником рогатым и хвостатым в искусстве лжи он истинно велик практически нет сферы на планете нет чистого святого уголка где и косы акафисты непеты неправде с прибылью хотя бы и слегка сектанты все до самого святого у лжи пристойно и крепко на аркане они сознательно вне церкви скопом тонут кургу замыслят с библии в кармане в любой главе стихеи запятой упрямством затрамбованная узость в достигнутом у застой посты отвергнув услождают пузо да что и говорить о злых эритиках перекрестить и лба никак не могут когда в монастырях и даже в алтарях на ладани промасленный дает неправды много на ладани просмоленный дает неправды много сокрыли библию всей правде вопреки богослужением длинным затемнили и слово божие понятно и нет строки в традициях завязли словно были нам про царей газетчиков врачей администраторов милицию судей надуют в уши пламенных речей лжец на лжеце и то ли еще будет христос есть истина и нет неправды в нем не порошинки даже полпылинки пусть пусть дух святой повыржет ложь огнем и даже в мыслях ложь к нам не прилипнет 29 марта 2007 год игнатий лапкин